Две одинаковые лампы накаливания соединены в этой цепи параллельно и подключены к сети 220 В. При таком соединении напряжение 220 В падает по отдельности на каждой лампе, и это падение напряжения создает электрический ток, текущий через нить лампы и разогревающий ее. Обе лампы горят сейчас в полный накал. Если одну из ламп выкрутить из патрона, вторая лампа будет гореть с такой же яркостью. Падение напряжения на ней и ток через нее остались прежними. А теперь поставим обе лампы не в параллельную, а в последовательную цепочку. Мы видим, что их яркость заметно упала, и кажется, что теперь они не светят даже в половину своего прежнего накала. Дело в том, что когда две одинаковые лампы соединены последовательно, на каждой из них падает вдвое меньшее напряжение, то есть уже не 220, а всего 110 В. Для дальнейших расчетов мы сделаем одно упрощение и будем считать, что сопротивление ламп не зависит от их накала. По закону Джоуля Ленца, выделяемая мощность пропорциональна квадрату напряжения. Напряжение уменьшилось в два раза, поэтому тепловая мощность, рассеиваемая на одной лампе, уменьшилась не в два, а в четыре раза. Для полноты картины надо заметить, что сопротивление лампы накаливания все-таки падает при уменьшении накала нити, так что мощность уменьшается не так сильно, но все равно она уменьшается заметно больше, чем в два раза. А теперь подключим параллельно две разные лампы. У одной из них номинальная мощность равна 40 Вт, и она горит менее ярко, а у другой номинальная мощность составляет 90 Вт, и она горит заметно ярче. Здесь надо сказать, что номинальная мощность – это мощность, рассчитанная на номинальное напряжение питания, которое для наших ламп составляет 220 Вольт, а если напряжение изменится, то изменится и мощность. Теперь соединим обилампы не параллельно, а последовательно. 90 Вт светится еле-еле, а 40 Вт горит достаточно ярко. Почему же более мощная по номиналу лампа светится при таком подключении не ярче, а слабее, чем менее мощная? Как посчитать реальную мощность ламп накаливания при их последовательном подключении, если их номинальная мощность нам известна? Для краткости расчетов возьмем числа поудобнее и рассмотрим две лампы с номиналом в 30 и 90 Вт. Чем больше номинальная мощность лампы, тем меньше ее сопротивление. Поэтому сопротивление 30-ваттной лампы в три раза больше, чем сопротивление 90-ваттной лампы. При последовательном соединении падающие на лампах напряжение относятся так же, как сопротивление этих ламп. Поэтому все напряжение надо разделить на четыре равных части, и на 30-ваттной лампе будет падать три четверти полного напряжения, а на 90-ваттной одна четверть полного напряжения. Выделяемая тепловая мощность по закону Джоуля-Ленца пропорциональна квадрату напряжения при допущении постоянства сопротивления. Поэтому в 30-ваттной лампе при последовательном подключении будет выделяться не 30 Вт, но 30 умножить на три четверти в квадрате, что составляет примерно 17 Вт. А в 90-ваттной лампе будет выделяться уже не 90 Вт, но 90 умножить на одну четверть в квадрате, что составляет всего лишь 5,6 Вт, то есть не в три раза больше, а в три раза меньше, чем в 30-ваттной. Именно поэтому в нашем опыте более мощная по номиналу лампа светилась не ярче, а слабее менее мощной. А общий вывод здесь звучит достаточно просто. Электроприборы, рассчитанные на номинальное напряжение, всегда подключаются к сети параллельно, а не последовательно. При таком подключении каждый прибор работает на полную мощность и независимо от других. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова